Белорусская публицистика Более литературное, публицистическое, что ли, издание, то есть не сугубо литературное. И в 20-е годы он был интересен тем, что там шла полемика по вопросам, таким идеологическим, что ли, или историко-идеологическим. Один из таких вопросов это проблема конструирования героики революционной, в том числе Первой Русской Революции. 1925 год, юбилей Первой Русской Революции, и журнал выпустил ряд статей, воспоминаний, посвященных этой проблеме. Если братьев посудится до территории современной Белоруссии, тогда что можно сказать? Во-первых, уже тогда от Белорусской территории подразумевали то, что сейчас подразумевают, то есть Северо-Западный край без Ковенской губернии, иногда вписывали Смоленск в одной из статей, было как Белорусскую территорию, но чаще всего его не затрагивали. То есть, по большому счету, это та территория, которая сейчас имеет Белорусской границы, плюс Веренщины, как сугубо белорусская карта тогда считалась. Эту территорию описывали по губерниям. Тут интересно просто проследить активность населения, революционную активность по разным губерниям. И если мы сравниваем, то получается какая-то ситуация. Самое активное осуществление революционности была Минская губерния. Она дала больше всего и количественно, судя по всему, каких-то выступлений, и более длительные, более активные, разнообразие дала. В основном это были крестьянские выступления, которые были связаны сначала с претензиями батараков к помещикам. Причем 25-й год – это время, когда еще такого цензуры серьезной советской не существовало. То есть, там попадаются воспоминания, где достаточно откровенно пишется о каких-то вещах, не выхолочной цензурой. Что касается Минской губернии, батараки под воздействием революционеров начинали требовать себе большую оплату, не выходили на работу. И революционеры, которые подталкивали их к выступлениям, следили за крестьянами местными, потому что, ну раз батараки не вышли, помещики кого-то набирали из местных крестьян, чтобы те работали вместо батараков. И вот можно найти сведения о том, что в принципе революционеры не только угрожали, но и пытались силой воздействовать на крестьян, которые пытались таким образом заработать. Некоторые помещики, особо богатые, продвинутые, покупали технику для, допустим, уборки урожая. Но тут революционеры, в принципе, выступали достаточно активно. Они металлические предметы втыкивали в поле, то есть посреди колоссиев, и техника ломалась. То есть, таким образом делали все, чтобы батаракам подняли ту же зарплату. Ну, оплата, причем самое интересное, что часть листовок, даже большевистских листовок, выходила с призывами действовать в рамках закона. То есть не заниматься там сожжением усадьб, или что-то такое, вот именно требовать через забастовку. То есть, как бы, не радикализировать свои действия. То есть, такие листовки достаточно серьезные были. Что касается города, то, ну, как минимум, по воспоминаниям, в Минской губернии это Минск и Пинск. То есть два города, где там что-то происходило более-менее активно. Может быть, были другие города, которые не отражены в информации журнальной. Но, тем не менее, об этих не будут. Ну, Минск, это, наверное, самый известный, это Курловский расстрел в Минске. И статья, посвященная Курловскому расстрелу в одном из журналов, она, ну, по сути, повторяет такие лево-либеральные взгляды на этот расстрел, которые еще существовали до революции. То есть автору статьи известна книга Курлова «Гибель императорской России», то есть где он описывает. Автору известны полицейские документы, которые описывают ситуацию. И автору известна статья, по-моему, в газете «Слово» журналиста, который описывает ситуацию со своей точки зрения. И вот совести все эти взгляды, то есть автор даже не приходит к выводу, он просто берет, опирается на газетную публикацию, игнорируя источники. Ну, не так, как уже сказали, что игнорируя, но, тем не менее, указывая, что вот в источниках полиция попыталась выглядеть лучше, чем на самом деле было. На самом деле мысли у полиции были вот только бы пострелять. Вот такого плана текст. Но в данном случае вот это вот, это просто попытка исследования, то есть не воспоминания, это попытка исследования событий Курловского расстрела. Следом за Минской губернией идет Гродненская губерния. Ну, вот опять же самое интересное, что основную активность Гродненской губернии в революцию, в Первую Революцию, дает Белостокский регион. То есть вся остальная губерния была более-менее спокойна. То есть после беспорядков в Белостоке пошло только что-то волнение по губернии, но, опять же, это была просто реакция на события. То есть эта реакция не выглядела с него что-то такое более-менее серьезное. Но вот спокойно юг Курловской губернии, спокойно, то есть Брещена современная, она дала в 906 году единственное отмечание 1 мая. То есть вот нигде не отмечалось в этом регионе, а в Бресте отметили. То есть почему так произошло, кто-то сделал, то есть не указано, но как минимум фиксация фактов происходит. И поэтому все упоминания о том, что делалось на Гротничине, в основном отсылают в Белосток. Винницкая губерния стояла по активности на третьем месте. Она прославилась такими вещами, как, допустим, демонстрации детей, когда революционеры просто выводили несовершеннолетних на демонстрацию. Вот, ну, полиция демонстрации разгоняла, кстати, видимо, без жертв, потому что авторы не возмущаются по поводу того, чтобы детей били. Но, тем не менее, Витебская губерния известна попытками терактов по отношению к администрации. В Витебской губернии тоже как бы был ряд терактов, ну, не сказать, чтобы это было так вот очень массово. И Витебская губерния еще интересна тем, что там, как и в Коминской губернии, существовали литовские социалисты, которые работали именно с этническими литовцами. Есть в белорусских воспоминаниях упоминания именно о работе литовских социалистов, то есть люди, которые конкретно рассматривали, делали ставку на этническую группу, в основном на крестьян, и литовские социалисты делали ставку на зажиточных крестьян, у которых были претензии к помещикам, поэтому как бы они тут солидаризировались с большевиками, выступающими против помещиков. Но литовское социалистическое движение вот раскололось по факту поддержки крестьян зажиточных или батраков. То есть в итоге вот радикалы, которые поддерживали батраков, взяли вверх, и, соответственно, богатые крестьяне начали подходить от партии, а богатые крестьяне, в принципе, имели деньги. Поэтому партия очень быстро сошла на нет, и драки не могли ее поддержать финансово, а все свои выступления все-таки они не сделали их какими-то такими значимыми, чтобы о себе заявить. То есть таким образом движение сошло на нет именно из-за того, что попытка спуститься вниз была. Отдельно стоят Витебская и Макаревская губернии, то есть мы берем, опять же, этот регион, как более спокойно. Витебская губерния есть исключение одно. То есть Витебская губерния того времени – это нынешняя территория белорусская и латышская. Латгалия – это север Витебской губернии тогда. Так вот в Витебской губернии территория белорусская была достаточно спокойная, а вот в Латгалии были такие проблемы, которые даже в Минской активной губернии не было. То есть некоторое время часть небольших городов просто не подчинялась верховной власти. Там руководили революционеры, которые захватывали этот регион, и опять же, большинство воспоминаний, исследований, посвященных проблеме Литебской губернии и революции в ней, так либо иначе описывают ситуацию не на славянской территории, а на территории Латгальской, Латгальской. Там, что можно сказать, поскольку близки губернии Прибалтийские, оттуда войска выдавили революционеров, которые осели на севере Литебской губернии. И, судя по описаниям, революционеры были не так просты, что ли. Они копали окопы, колючую проволоку использовали, то есть они, в принципе, были руководимы людьми, примерно представляющими, что такое военное дело. И вот из этих таких укрепенных мест революционные отряды постепенно распространялись в ближайшие деревеньки, городки, ну, во всяком случае, низко уездов латгальских, в принципе, полностью контролировались революционерами. То есть там не указано, кто это были большевики, не большевики, но, скорее всего, не большевики, а радикалы других близких течений. И эти люди поднимали крестьян на восстание, просто захватывали города, выпускали заключенных из тюрем. Хотя вот такого радикализма, то есть как бы расстрелов каких-то не было, то есть те же революционеры, допустим, полицейскими запрещали надевать мундиры и запрещали выезжать из города. И даже если полицейский хотел следить по своим семейным делам за город, то есть просто никто не смог его везти, потому что все боялись мести революционеров. То есть все было, ну, не сказать, чтобы там страшно радикально, то есть таких вот массовых каких-то жертв не было. Перестрелки были с войсками и с полицией вооруженной, то есть с отрядами полиции, войсками, которые приходили отбивать территорию, возвращать ее под контроль власти. Но тут возникла какая-то проблема, то есть через Витебскую губернию шли эшелоны военные, но они шли в Прибалтику, то есть как бы усиливать войска там. И поскольку был приказ, то есть они не могли тут остановиться, разобраться и дальше поехать. То есть в этом отношении генерал-губернатор Витебский губернатор долго пытался чего-то добиться, но в принципе как бы не добился. То есть войска немножко усиливали, но такого вот массового усиления не было. То есть в конце концов революционеров вытеснили оттуда, из ладварских уездов Витебщины. Но несколько месяцев там была достаточно серьезная проблема. То есть территория не подчинялась властям. Вот что касается сугубо славянской, белорусской территории Витебщины, то там было очень даже мирно по сравнению с тем, что было в Латгалии. Ну, по большевистским воспоминаниям, допустим, большевистские активисты в Витебской губернии были настолько слабы, что они приглашали коллег из Смоленска для усиления пропаганды и прочее. Листовки привозили тоже в основном из Смоленской губернии. А местное население, что в городах, что в деревнях, относилось к революции как-то более-менее спокойно. Интересный сюжет с проблемами межэтническими. То есть еврейские погромы существовали, но, судя по данным, призывали к еврейским погромам не всегда черносотинцы, русские националисты. Призывали к ним иногда революционеры, которые мотивировали за тем, что помещики и еврейские торговцы, эксплуататоры трудового крестьянства, и вот, значит, этих эксплуатаров нужно как-то преследовать. Так что часть погромов еврейских в Витебской губернии можно отнести за счет пропаганды революционеров. То есть насколько процентом отношения то-другое, сказать сложно, не видел таких данных, но как минимум. То есть это прочитывается очень конкретно по воспоминаниям, чем занимались, какой пропагандой занимались революционеры. Были вообще странно достаточно явления. Скажем, в какой-то из деревень под Витебском собрался антигосударственный как бы митинг. Поговорили, попрещали революционные лозунги, на следующий день там же собрался митинг прогосударственный. Люди выяснили, кто был на антигосударственном, пошли, избили кого-то. На следующий день собрался опять митинг антигосударственный, но последствий никаких уже там не было. То есть, видимо, попрещали, разошлись. То есть, в небольших селах такие вещи происходили. Массовость на собраниях, в принципе, была в как минимум в Витебской губернии. То есть до тысячи, до трех тысяч человек приходило по разным оценкам. Причем митинги были как провластные, так и антивластные. То есть они были до трех тысяч человек как на те, так и на другие приходили. О чем это там говорит, можно долго рассуждать. С точки зрения мемоористов, опять же, большевистского плана, мемоористов, то есть большевистских большевиков, поддержка революционеров говорит о том, что крестьяне были недовольны властью, а почему были проправительственные митинги большие, мемоористы скромно умалчивают. То есть они, правда, не пишут. То есть таким образом, вот эти вот вещи, связанные с агитацией пропаганды, то есть в Витебской губернии были достаточно, или относительно слабыми, скажем, если сравнивать с западными губерниями, то есть на порядок. Это все было попроще, поспокойнее и, как бы, такой нейтральный вариант. Ну и самое спокойное было Могилевская губерния. Там зафиксировано всего несколько точек, вот таких более-менее активных. Это, собственно, Могилев, губернский город, это Гомель и Орша. То есть тогда это все было Могилевская губерния. То есть, ну, Гомель и Орша, понятно, это железнодорожная ветвина, то есть там центры железнодорожные. Вот, но Могилев, губернский город. А, Гор и Борк еще, вот еще один регион, еще один город, где было какое-то движение. Могилевские крестьяне в этом отношении были абсолютно, как бы, индифферентны политически. И, более того, вот, Могилевские активские крестьяне, именно вот бетроусские крестьяне, то есть не латыши, а именно бетроусские крестьяне, очень не любили, когда под деревнями где-то собирались некто, кто пытался с красными флагами выступать, то есть там свои маевки были, вот крестьяне жаловались в полицию, разберитесь, или мы сами найдем управу на них. То есть там были такие намеки, что если полиция не сможет, то есть мы сами соберемся и, как бы, все на место установлено. Вот эти вещи, проследовавшиеся, кстати, и по документам жандармские, то есть в полицию приходили документы, то есть в бетроусских архивах они есть, где крестьяне конкретно предлагали свои, как услуги, даже не преподавление революции, то есть крестьян беспокоило, что кто-то с оружием в около деревни входит. То есть революционеры не собирались, как я понимаю, нападать на деревню, то есть они решали там свои дела какие-то, вот, но крестьян это раздражало. Могилевские крестьяне вот в этом отношении не дали возможности пройти выборщикам в время голосования в Думу социал-демократа. Человек из деревни, из Бобедовской деревни уехал в Петербург и вернулся назад, его начали большевики местные крестьянам предлагать в качестве выборщика, что, дескать, вот он из крестьян и прочее. Кто-то пустил такой логичный вполне слух, что человек уже давно уехал из деревни, он не знает местных проблем, он вообще даже не крестьянин, уже рабочий стал, поэтому нет смысла сделать его голосовать, он не наш, и наши запросы не понимают. То есть в итоге вот этот мотив сыграл против кандидата, и самое интересное, что кто-то, тут уже непонятно кто, связал большевиков с тем, что они желают зла христианам, то есть раз они пытаются не крестьяне на рабочую выдвинуть от христиан, значит они, большевики, пытаются как-то крестьянские вопросы не решать. То есть в итоге, помимо того, что человек не прошел, так еще и большевики потеряли поддержку, вот как минимум в нескольких уездах в Могилевской губернии, то есть по причине вот этих вот полемики думской избирательной. Кстати, по жандармским документам 1906 года Могилевская губерния была достаточно спокойной, и по документам 1916 года, уже Первой мировой войны, Могилевская губерния была самой лояльной с точки зрения поддержки власти, по причине того, что огромное количество крестьян Могилевских шло работать в Петербург, ведомство императорское, то есть как бы люди, которые были близки к обслуге императорской, то есть как бы вот в бедерусских архивах есть документы на них, то есть нет ни одного отказа, то есть они все лояльны, они все поддерживают власти, как бы их пропускали работать в Петроград. Ну и в заключении можно сказать, привести цитату одного из революционеров, Бонча, который написал, что с его точки зрения три категории, как мы говорим, три этнических или полэтнических группы, которые были монархистами, то есть в которых точно не будет антигосударственных каких-то вещей, не будет революции, не будет попытки антимонархических действий, это донские казаки, кубанские казаки и белорусские крестьяне. То есть вот было прописано три категории, которые в принципе никогда не придадут монархию и всегда будут ее поддерживать. То есть таким образом даже вот люди, которые здесь жили, то есть они понимали ситуацию, каким образом, что тут революционные действия активными быть не могут. Ну, по документам полицейским, то есть если сравнить эту территорию, скажем, соседние регионы, центральную Россию тоже, в принципе, тезис подтверждается. То есть тут все было гораздо спокойнее, то есть не естественные революции, революции, то есть события случались какие-то, но они были гораздо спокойнее, чем соседние губернии. На этом, наверное, я закончу. Спасибо. Спасибо большое, Александр Бруевич. Вопрос, пожалуйста. Александр Бруевич, это Гонч Бруевич? Да. Где же он такой, мне просто интересно. Ну да, это с ним. Такая хорошая цитата. Я сейчас найду, я потом вам... Да, да, очень интересно. У меня есть, это... Доклад очень интересный. Это воспоминания его были о Москве, о боях в Москве, первая часть, а вторая часть уже о местных белорусских делах. Не, ну, крестьян вообще можно понять, белорусские, любые другие, там рядом, в деревенской земле кто-то собирается, что-то делает, что-то сделает, потом приедут власти разбираться. Зачем... А у крестьян еще недавний опыт польского... Да, да, да. Мне кажется, еще, Александр Дмитриевич, это вот то, что первая часть нашей конференции, возможно, это и лояльность, такая лояльность белорусских к крестьянству, это еще и память, благодарная память о том, что последовало после 63-64 года, это вот, Александр Дмитриевич, это фактически тогда... Ну, они вспоминали. Да. Они хорошо относились именно к церкви, были серии церквей, муравьевок построенных. Да и не только, а жировичи тогда были у католической церкви возвращены в православный мир. Возвращены, да, с 1939 года. А, не с 1939 года. Да. Вообще-то вот этот вывод Бонжа Болеевича поддерживает православные священники. Мне приходилось читать очень много отчетов отцов благочинных. Да, вот как раз вот пятый год, прошли эти события пятого года, и отцы благочинные, они пишут рапорты своему правящему архиерею, описывают ситуацию, и они говорят, что у нас, слава Богу, спокойно, потому что крестьянство нас слушает. Только вот когда приезжают из города гитаторы, которые, да, но крестьяне нас слушают. То есть вывод был такой, что мы, в общем-то, пока управляем крестьянами, крестьянами у нас, вернее, у них к нам доверие. 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 И вот для меня это был вывод такой достаточно ясный. Видите, так с другой стороны подтверждается. И еще интересно, по поводу майорок, вот, Сергей Григорьевич говорил, в Беларуси крестьянство это 1 мая всегда праздновало память императора Александра Второго, освободителя. И 1 мая был в крестьянстве праздничный день, между прочим. И в Минске вот памятник Александра Второго, который взорвали в 17-м году, был поставлен на народные средства, собранные. И единственное, вот, до сих пор такого аналога не было, вот, чтобы на народные средства был поставлен памятник. Ну, еще, полицейские документы, извините, просто продолжу эту тему, по Могилевской той же губернии. В 1904 году русско-японская война, то есть эконом революции, полицейских заставляли ездить по регионам просто смотреть поддержку населения, на реальность населения. Такой-то ряд документов четко прописывалось, что в нашем уезде все спокойно, то есть никаких подозрений нет. То есть, естественно, мемористы, которые эти документы выносили там на общее обсуждение, писали, что полицейский на самом деле никуда не ездил, поэтому ничего не знают. Вот, ну, доказательств никаких не приводили. То есть, вот, раз он написал, что революционеров нет, значит, тогда не ездил. Вот, а если учитывать, что на самом деле чиновники, то сейчас это же не один документ, то есть это массовые, вот, где письма идут, рапорты по поводу того, чтобы у нас все спокойно. Такой методологии прочтения источников, можно сказать, что никто и не ездил. Да, да, это и дело. А вот тут еще интересный момент. Вот вы говорили о том, что писали в журнале полными большевики, в основном, да, то есть они свои воспоминания. Есть же очень много документов, скажем, в ГАРФе, да, документы полиции, как раз вот по северо-западному краю. Это выступление революционное, и для полиции это было четко и ясное понимание того, где выступление революционное, то есть направленное против существующего режима, и сугубо экономически, да. Так вот, получается, по документам этим, вам не пришлось их смотреть, то в основном, в общем-то, все именно революционные выступления, связанные с политикой, да, вот, там, с, скажем, с надругательством над флагом, в общем-то, российским, они проходили там, где были компактные проживания евреев. Это вот, потому что все вот эти события, да, как правило, это связано были с выступлением еврейской молодежи, с их сходками, с их, там, скажем, боевиками. То есть вот у меня такое чувство сложилось, вот, судя по источникам, да, что основная головная боль для полиции, это было еврейское умное население, причем именно молодежь. Вот среднее, старшее поколение, которое шло в синагоги, слушалось раввинов, это, в общем-то, верноподданные, а вот молодежь, она вот буквально вышла из-под контроля, сами отцы не могут с ней справиться, она участвует в партиях, она участвует в терактах и так далее. Это и Витебск, это и Минск, это и Пинск, то есть это все вот эти, вот, кстати, группы. Ну, что, хорошо известный образ у Фульгина воспоминаний. Да, вот, кстати, я тоже всегда вспоминал, да. Да, именно, стрельнули, убежали. Да, да, вот именно так и было, или там флаг сжечь, скажем, русский, да. Вывышать этих мальчишек, пожалуйста. Вот, вот, вот. А самыми активными были борцами за престол, да, это, конечно, старобрядцы. Вот как раз, когда появились эти революционеры, вот, Владгария, так они стали писать царю-батюшке, что дай нам оружие, и мы этих супостатов попаришим своими руками. Это вот старобрядцы, как раз. Если отходить от, собственно, журнальных воспоминаний и архивным документам, то те же полицейские документы, они конкретно вот лояльность к христианскому прописывают. И потом, если посчитать христианские выступления, то основная, основной мотив христианских выступлений, это либо порубка леса, то есть, вот, крестьяне порубили лес, доехала полиция, и крестьяне возмущены, что лес порубили, а нас накапливали. И второй момент – это самогоноварение. То есть, проходило до того, что крестьяне вплоть до драк с полицией устраивали, чтобы защитить самогонщика. То есть, это два момента, которые очень активно просмешиваются. Вот, если посмотреть, ну, грубо говоря, сделать статистику, то это два основных момента, по которым какие-то были проблемы у крестьян с полицией. То есть, Александр Ильич, а этот самый, процент примерно по этим вот районам помещевого землевладения какой? Тут не скажу сейчас. Что в Центральной России, в общем-то, сейчас совершенно четко, что там, чем больше, так сказать, процент помещевого землевладения, тем выше огражденные беспорядки. Да, 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 да. Это, в принципе, это и на... И Виленский край, в общем-то... И Виленский край, да. И Виленский край там было. Там четко это читают. Все-таки помещи как-то бежали земель. Я не помню, сколько статистика была. Она была очень такая статистика разная. Потому что вот Виленщина, Ковна, да, вот Ковна, там помещище, значит, землевладения много было. Оттуда, отсюда беспорядки. Это Виленский край, Виленская... Это, там, читать, душевое... Ковенская. Душевое надел средней статистики. То есть экономическое положение крестьянства. Ну, вот, опять же, напомню, что литовские социалисты, они же на защитящих крестьян как раз опирались в борьбе против помещиков. То есть там можно было это найти. Вообще, в общих чертах, похоже и на поведение польского крестьянства в царстве Польского. Да. Очень индифферентные отношения, абсолютно почти, самое индифферентное, всякой национальной, так сказать, агитации. Причем даже любой, даже намек какой-то, так сказать. Вот сайтал землю, это есть в памяти осталось. Помнили об этом. За одно из общих мест в польской стране, я помню, с такой трагической, с этой точки зрения. Скажите, пожалуйста, можно задать маленьким вопросом по поводу... Вот есть еще такое понятие, вот как бы есть интеллигенция, которая связана еще не в полу... Вот, как раз, со своим крестьянским происхождением, а с этим ощутимым. Вот ее присутствие в вашем материале какое-то вот ощущается в виде авторов, так сказать, или интересующихся этим, или же, так сказать, тоже подверженных тем или иным общим идеям, которые... Да, есть, ну, правда, немного, то есть, скорее всего, больше, если мы смотрим по авторам, по мемоаристам, то есть, не по тем, кто, кстати, какие-то пишет, именно по мемоарам, больше всего это все-таки были люди, связанные с городской средой, то есть, какие-то и из рабочих выжищает. Что касается интеллигенции, ну, как минимум, прослеживается более-менее это учительские съезды в Минской губернии, там было два, когда собиралась именно интеллигенция, именно ориентированная на белорусские, такие сепаратистские, полусепаратистские моменты. Вот самое интересное, что первый съезд накрыла полиция, то есть, пришла полиция, увидела документы, где было написано про борьбу с императором, про республику, никого не арестовали, документы изъяли. То есть, вообще, скорее всего, шок от революции, на всякий случай, может, побоялись сделать. Второй съезд проверили нелегально уже. То есть, первый съезд вообще открыто проводили. Вот, на второй съезд, потом уже были последствия, то есть, там, несколько человек по суду лишили свободы. Есть просто похожий момент вот в работе Ганина в Грибунском казачестве. Там, действительно, казачество, как очень надежный, такой консервативный элемент сельского населения, вообще социальной структуры России, да, но есть казачья интеллигенция. Вот, чем она дальше от него попадает, там, отражает абсолютно все те же самые общие места, ну, были социалисты, социал-демократы, так сказать, тоже самое. Хотя, один-два, там, и крупных либералов, так сказать, типа, там, ординатов. Но, в основном, тоже самое. Тут еще нужно учитывать, что даже из христиан интеллигенции, из белорусских, вот, если посмотреть воспоминания белорусских националистов 17-го года, то есть, уже в Геральской революции произошла, вот, они пишут, что съезд в мае, в апреле 17-го года, все же после Геральской революции, белорусского учительства напоминает съезд черносотенства монархистов. То есть, там, чуть ли не в любви к цели признавались, которые уже, как бы не существовало, как императора, как властителя. Я дополню, здесь, в Белоруссии накладывалась все-таки западнорусская вот традиция. Сельская интеллигенция, в основном, это выходцы из священничества, воспитанные в греховеских школах, и они шли вот по пути, вот, как бы, западнорусского движения. Сельские националисты. Да, черновидейные. Чего в казачестве не было. Не только националисты, а люди, которые, ну, аполитичные, что ли, были, то есть, они, вот, придерживались взглядов таких лояльно-патриотических. То есть, вот, в сети белорусских учительей это было очень сильно развито. То есть, во всяком случае, в 17-м году, когда уже императора не было, то есть, говорить про императора, ну, все равно говорили. А в Могилеве, это, на какой-то конференции в Могилеве уже слышал, в Могилеве в 17-м, в 18-м даже году, после Октябрьской революции, были выборы местные, победили монархисты. Когда большевики притом знали, они это все разогнали. То есть, а это уже даже... Не поймутся, если я, чем документ. Господи, в Могилевской губернии. Да, нормально. Можно бы тоже что-то сказать о том? Ну, мы, естественно, в Потемкине все знали. Так вот, на Потемкине из всего экипажа было 6 белорусов. И что и самое интересное, никто из них не был защищен. То есть, один был в 20-м внутрь, он ярый противник мятежа, он все делал, чтобы его подобить. И один из первых, который вернулся. Вот остальные все были, как бы, участники, но не вырученные, так сказать, участники. То есть, они почти все не вернулись. То есть, они, когда вышли в Констанцию, они остались в Румынии. Но вот именно, чтобы не те из них защищены, кто из них записан, так сказать. То есть, это одна из черных, что все-таки не скандальны и не хотели ни крови тех самых офицеров и всех остальных.